Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр Фефелов. Поздравляю вас, что вы оформили подписку на обучающий видеокурс по игре на гитаре. В нескольких словах я сейчас расскажу о содержании курса, и мы приступим к первому нашему уроку. Но прежде чем приступить к занятию, давайте мы немножечко с вами ближе познакомимся, чтобы вы имели представление, с кем имеете дело. Я играю на гитаре уже больше 20 лет. В последние годы плотно занимаюсь репетиторской деятельностью, передаю свой наработанный опыт, знания, умения, навыки своим ученикам. Некоторое время еще назад я работал в живом порядке, когда ко мне на дом приходили ученики. Сейчас я работаю только дистанционно. Это связано с тем, что мы находимся с семьей в путешествиях. На данный момент я пишу это видео с острова Бали, страна Индонезия. И по объективным причинам моим ученикам не совсем удобно прилетать ко мне, чтобы брать индивидуальные занятия. Практически все мои уроки сейчас проходят через программу Skype, или через различного рода записанные видеокурсы. И мои ученики обучаются так, как вы сейчас просматриваете данный видеоурок. Я приложу максимум усилий, чтобы в данном видеокурсе выложить для вас полезную информацию, которая поможет вам в освоении игре на гитаре. Хочу сразу предупредить, что, разумеется, весь курс игры на гитаре мы не сможем записать за несколько видеоуроков. Однако, выжимку основных знаний, умений, навыков, приемов игры на гитаре вы получите. И что самое главное, вы сможете играть на гитаре уже основными приемами, и тем самым получите стимул развиваться дальше. С чего мы с вами начнем? Мы начнем с того, каким образом необходимо держать инструменты. Потому что, я уверен, что вы обращали внимание, многие гитаристы, выступая на концертах, может быть, вы видели где-то в фильмах, на телевидении, в интернете, держат гитару абсолютно по-разному. Кто-то подвешивает гитару на специальный ремень, на плечо, кто-то на шею вешает, кто-то держит гитару, положив на правую ногу, кто-то держит гитару, положив на левую ногу, кто-то играет, задрав гриф, шейку грифа, головку грифа высоко, кто-то играет практически горизонтально, держа гитару. И здесь есть определенные особенности. Во-первых, необходимо играть на гитаре так, чтобы вам было комфортно. Конечно, есть академическая школа игры на гитаре, в которой железно прописано, что необходимо иметь что-то в этом роде. Этот предмет, подставка специальная под ногу. Как правило, в музыкальных школах, в училищах и консерваториях рекомендуют ставить левую ногу на эту подставку, на левую ногу вот таким образом класть гитару, максимально параллельно груди и перпендикулярно полу, и головка грифа должна находиться в районе левого плеча. И дальше уже выставляется аппарат левой и правой руки, и исполняются те или иные произведения. Однако на практике таким образом не всегда удобно играть, потому что требуется определенное напряжение, мышц спины, рук, и еще вопрос привычки, конечно, то, что играет определенную роль. Подавляющее же большинство музыкантов, особенно тех, кто играет на акустических, эстрадных гитарах, предпочитают держать гитару на правой ноге. Я тоже в большинстве случаев играю, положив корпус гитары, вот этой выемкой обечайки, на правую ногу, немножечко приподнимая гриф, и таким образом уже исполняя те или иные произведения. Всем известная мелодия в исполнении Никулина. Хорошо, друзья, мы будем держать гитару так, как удобно. Так что вы можете сейчас удобно расположиться, возможно, на диване, на стуле. Желательно, чтобы это не было кресло или рабочий стул. Вот у меня, видите, здесь специальные такие подставки под руки. Конечно, когда я работаю за компьютером, это удобно, можно облокотиться, отдохнуть. Но если играть на гитаре, то приходится садиться на край стула, что я сейчас и сделал. Иначе будет, я не знаю, слышен или не слышен, звук, когда задняя дека ударяется, задевает об этот подлокотник, и, соответственно, не совсем удобно играть. Но если вперед сесть, то будет достаточно комфортно держать инструмент и, соответственно, исполнять те или иные композиции. Главное, чтобы ваш корпус, руки и мышцы не были зажаты. Сядьте, возьмите удобную гитару. А теперь приступаем. Мы сейчас поговорим о том, как правильно держать правую руку. Потому что, к сожалению, максимальное количество обучающих видеороликов или репетиторов акцент делают на левую руку. Каким образом тот или иной аккорд брать. И я даже думаю, что многие начинающие гитаристы тоже акцентируют свое внимание, смещают в сторону левой руки, потому что здесь именно берутся те или иные аккорды. А вот про правую руку забывают. И из-за этого у многих не то что атрофируются, но достаточно слабо развиты многие элементы игры правой рукой. Мы же давайте с вами начнем с правой руки, потому что от этого очень многое зависит, и качество, и техника вашей игры в дальнейшем. Каким образом рекомендую держать правую руку? Во-первых, давайте поговорим о академической классической позиции, которая в любом случае будет вам полезна, даже в качестве информации. Нужно положить пальцы правой руки перпендикулярно струнам. Можете то же самое прямо сейчас проделать с вашей гитарой. Потом большой палец правой руки кладите на шестую струну. Вот так вот, чтобы палец прям ощущал, что он держит, что струна прям держит всю кисть. Указательный палец кладите на третью струну. Струны у нас считаются вот самой нижней. Это первая, вторая, третья. Вот на третью струну указательный палец. На вторую струну средний палец правой руки. И на первую струну безымянный палец. Левая, правая рука, вот мизинец, не участвует в игре на гитаре. Это исключительно редкий случай, когда необходимо задействовать мизинец. Теперь постарайтесь держать руку таким образом, чтобы она была немножечко округла. И кисть, и запястье. То есть пальцы в этом районе не проваливались, а вот таким вот образом лежали на струнах. Возможно, примените сравнение, что у вас в ладони небольшой апельсин или яблоко, и вы вот так вот округло держите кисть. Следующий очень важный момент. Если вы посмотрите сверху, то у вас между большим и указательным пальцем должно получаться вот такое как бы перекрестие, когда вы сверху смотрите. Еще один вариант правильно или неправильно узнать, держите вот кисть и пальцы, заключается в следующем. Вот у нас есть резонаторное отверстие. По диагонали можете положить линейку, карандаш или ручку, и пальцы выстроить в линию большой указательной средней безымянной, чтобы все пальцы указательной средней безымянной касались ногтями, а большой подушечкой лежали на одной линии. И потом вот так вот переносите на струны. Вот значит у вас правильная постановка. И не забывайте про то, что рука должна быть округлой. В мизиницах мы выше отмечали. В игре на гитаре не участвует. Это основной момент, который вам нужно иметь в виду. И в принципе от него мы будем отталкиваться. Также рекомендую, чтобы у вас кисть находилась в районе резонаторного отверстия. Максимально эффективная позиция, где у нас орнамент находится. То есть рука сдвинута не сюда и не сюда. А вот в этом промежутке. Чуть позже мы поговорим о том, почему это важно. И еще один момент. Старайтесь, чтобы локоть у вас не был задр наверх, а просто лежал на этой части обечайки. То есть положили руку, вот посмотрите, она у вас свободно лежит. И потом размещаете пальцы, так как мы с вами говорили. Проверяете перпендикулярно ли находятся они относительно струн. И располагаете, как мы сейчас говорили, вдоль линии на всех струнах. Значит, это то, что касается правой руки постановки. Следующий момент это правильное звукоизвлечение. На гитаре существует два способа основных звукоизвлечения по струнам правой рукой. Существуют еще разные нюансы, но самых важных это два. Первый называется игра опаянда или с опорой. И второй игра тиранда или без опоры. Что это означает? Когда вы играете опаянда или с опорой, вы защипывая струну, останавливаете палец на последующей струне. Вот смотрите, я щипаю сейчас шестую струну, а палец у меня задерживается на пятой струне. И соответственно, если вы защипываете пятую струну, то палец останавливаете на четвертой струне. Так как эти струны у нас басовые, то, как правило, эти приемы для шестой и пятой струны очень хорошо подходят. По четвертой струне, как правило, проще играть с приемом тиранда, когда вы щипаете струну и отводите палец в сторону, не останавливая его на третьей струне. Почему в данном случае это важно? Потому что указательный палец у нас, как мы с вами выше отмечали, как правило, находится в районе третьей струны. И если вы большим пальцем защипнули четвертую струну, остановили на третьей, то третью струну указательным пальцем вы не сможете качественно щипнуть и извлечь звук. Поэтому, отводя палец в сторону, у нас появляется возможность свободненько защипнуть третью струну, и, соответственно, она будет прекрасно звучать. То же самое вторую и первую. Я рекомендую в большинстве случаев, если вы играете переборами, арпеджио, мы чуть позже об этом поговорим, исполнять следующим образом. Защипываем большой палец с опорой, а указательный средний и безымянный пальцы без опоры. Для чего это важно? Для того, чтобы у вас правая рука чувствовала точку опоры. Когда вы сыграли, например, защипнув шестую струну и остановив большой палец на пятой струне, вы лучше ощущаете, где в пространстве находятся первая, вторая, третья и остальные струны. И тогда проще уже играть различными вариантами арпеджио, полубоя, боя и так далее. Теперь то, что касается приема опаянда, игры с опорой. Как правило, если вы проводите мелодическую линию, например, играете какие-нибудь песни, только исполняя мелодию, тогда лучше играть опаянда. Каким образом я играл? Смотрите, я защипываю первую струну указательным пальцем и останавливаю на второй струне. Опять щипаю первую, останавливаю на второй струне, но уже защипнув вторым пальцем средним. Снова указательный, средний, указательный, средний. И когда вы играете мелодию, то желательно пальцы чередовать, чтобы у вас не было такого варианта, когда вы всю мелодию исполняете только одним пальцем. Это не совсем практично и в дальнейшем, когда вам нужно будет исполнять бегло быстрые пассажи, то одним пальцем играть просто-напросто будет неэффективно. Если же вы чередуете два пальца, разумеется, скорость возрастает и вам намного проще играть. Таким образом исполняется апаянда. Вы отводите палец в сторону ровненько, как будто бы солдат шагает, знаете, когда на параде в сапогах высоко ногу можно поднять и чеканить по плацдарму, по полу. Вот то же самое, как будто бы и в правой руке вы играете пальцами. А когда играете тиранда, то есть без опоры, вы пальцы держите округлые и как бы на себя в ладошку чуть-чуть защипываете струны. Теперь давайте мы с вами сейчас проиграем один вариант простого перебора. И вот эти приемчики, все советы, нюансы учтем. Значит, большим пальцем защипываем шестую струну, остановили на пятой, а потом последовательно третью, вторую и первую защипываем без опоры. Здесь мы играем апаянда, здесь тиранда. И прежде чем начать играть этот прием арпеджио, постарайтесь расположить пальцы таким образом, чтобы они находились над теми струнами, которые необходимо защипывать. Буквально 2-3 мм будет достаточно. И эти пальцы как бы парят, вот указательность средней и безымянной над этими струнами. А большой палец уверенно лежит на шестой струне. И вот вы защипываете шестую струну, а потом 1-2-3. И теперь последовательно, равномерно, несколько раз подряд рекомендую поиграть этот прием. Вы можете поиграть вместе со мной, можете нажать на паузу, позаниматься и потом продолжить просмотр данного видео. Большой палец, указательность средней и безымянной. И замыкайте круг. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Опять-таки обращаю наше с вами внимание. Это очень важный момент. Большим пальцем мы играем с опорой, а остальными пальцами без опоры. Еще один чрезвычайно важный момент, на который вам следует обратить внимание. Старайтесь играть таким образом, чтобы у вас кисть была практически неподвижна. То есть вы играете не кистью, а пальцами. Представьте, что кто-то поддерживает ладонью вашу кисть, и ваша задача не пошевелиться кистью абсолютно. Только пальцами. Разумеется, мы с вами живые люди, у нас все связано. Мышцы, сухожилия, кости и так далее, хрящи. Но постарайтесь играть таким образом, чтобы пальцы двигались отдельно, а кисть как бы просто находилась в зависшем состоянии над струнами. Раз, два, три, четыре. Это то, что касается основных моментов игры правой рукой. Разумеется, есть еще множество нюансов, но о них можно говорить и говорить. Более того, в зависимости от исполнения конкретной песни, произведения, композиции, необходимо корректировать постановку пальцев для того, чтобы исполнить тот или иной пассаж, тот или иной арпеджио, тот или иной прием в игре на гитаре. Но это уже отдельная тема и необходимо конкретный случай рассматривать. Я же вам сейчас показал базовые вещи, которые являются фундаментальными. И если вы сможете грамотно исполнять то, что мы сейчас с вами исполнили, то дальнейший ваш рост будет идти очень просто и быстро по наклонной вверх. Это пока все то, что касается правой руки. Теперь давайте поговорим о том, каким образом необходимо держать левую руку. Когда вы берете гитару, необходимо, чтобы большой палец левой руки ни в коем случае не выглядывал у вас над шейкой грифа. Вы же не лопату держите, чтобы яму копать. Вы держите музыкальный инструмент, поэтому нужно держать аккуратно, чтобы все выглядело изящно. Большой палец левой руки должен находиться параллельно указательному пальцу, немножечко сдвинуть в сторону среднего пальца. Если смотреть вот с этой стороны, то палец будет выглядеть вот таким образом. Следующий очень важный момент. Когда вы играете левой рукой, то у вас между шейкой грифа гитары и ладонью должно быть пространство. То есть нельзя, чтобы гриф гитары лежал у вас на ладони между указательным и большим пальцами вот в этой выемке, в этой лунке, в ямке. Необходимо, чтобы амортизация у вас была в зависимости от того, какой аккорд вы будете брать и на какой позиции. Здесь вот может расстояние немножко сокращаться, немножечко увеличиваться, но оно необходимо. Еще один нюанс. Когда играете, следите за тем, чтобы большой палец у вас не скатывался вот в такое положение. Да, он вроде бы не торчит, но и не стоит иногда у некоторых вертикальным образом. Вот так вот раз, кто-то берет, кладет палец. Ни в коем случае так не делайте, потому что вы будете зажимать мышцы и, соответственно, усложнять сами себе игру на гитаре. Следующий важный нюанс, так же, как в правой руке мы говорили об округлости запястья, то же самое касается и левой руки. Запястье должно быть слегка округлым для того, чтобы вы могли бегло перемещаться по позициям на гитаре. Что касается пальцев левой руки, их необходимо ставить, как говорят в музыкальных школах, в качестве молоточков. То есть вы кладете пальцы под углом 90 градусов относительно струн, перпендикулярно. Вот такой вот идет загиб, потом раз, как молоточек, как на фортепиано, может быть, вы открывали когда-то крышку пианино или рояля, и видели там молоточки, которые ударяют по струнам. Вот что-то в этом роде. Пальцы стоят перпендикулярно струнам. Вот в этом районе подушечки. Не самой подушечкой, а вот сюда, ближе к кончику пальцев. Еще один очень важный момент, когда вы берете те или иные аккорды, необходимо, чтобы пальцы зажимали струны как можно ближе к ладовым порожкам, чтобы избежать дребезжания и различных некачественных фальшивых звуков. Вот, например, смотрите, мы сейчас играем с вами на второй струне, второй лад. Слышите, какой звук неприятный? Если же мы передвинем с вами палец ближе к ладовому порожку, вот в этот район, все, звук моментально выравняется. То же самое относится и к первой струне. Например, возьмем для примера четвертый лад первой струны. Вот видите, звук какой-то некачественный. Если же мы его передвинем сюда палец, все, чистенько. Значит, ваша задача учитывать, если вы играете на первой позиции, на первом ладу, значит, ближе к первому ладовому порожку. Если на втором ладу, ближе ко второму ладовому порожку. На третьем ладу, ближе к третьему ладовому порожку. Это касается всех струн, всех пальцев, разумеется. И тогда игра на гитаре у вас будет чистенькой и будет приносить удовольствие не только вам, но и слушающим вас людям. И в заключении данного видео я хочу показать вам полезное упражнение на синхронизацию двух рук. С чего мы с вами начнем? Мы с вами поиграем пока по первым трем струнам. На первой струне зажимаем первый лад, как мы сейчас говорили, в качестве молоточка. Вспоминаем, что большой палец у нас должен спрятаться за грифом, не выглядывать. Расстояние между ладошкой и грифом должно быть. Палец кладем перпендикулярно струне и ближе к ладовому порожку на первом ладу. Здесь большой палец в правой руке мы кладем на шестую струну, чтобы чувствовалась опора. И щипаем указательным пальцем по первой струне. То есть и здесь у нас указательный палец, и здесь указательный палец. Потом на второй лад ставим второй палец и щипаем вторым пальцем средним по первой струне. И чередуем вот таким образом указательный с указательным, средний со средним. Раз, два. Раз, два. Постарайтесь, чтобы у вас все это было максимально синхронно. Не было вот такого движения, как будто бы какой-то палец забегает вперед на какой-то руке, а другой отстает. Все должно быть синхронно, чистенько, ровненько. Поиграли на первой струне. Теперь переходите на вторую струну. Играем в правой руке приемом опаяны, то есть с опорой. Когда мы играли сейчас по первой струне, нужно, чтобы пальцы останавливались на второй струне. Вот видите, раз, два. Когда играем по второй струне, соответственно, пальцы останавливаем на третьей струне. И переходим на третью струну. Пальцы задерживаем на четвертой струне. Пальцы правой руки. Когда поиграли этот вариант упражнения, переходим к следующей связке. Мы сейчас играли указательный средний. Теперь играем средний и безымянный. Средний палец ставим на втором ладу, а безымянный будем зажимать на третьем ладу. В правой руке мы все оставляем без изменений. Указательный и средний. Здесь у нас будет средний и безымянный. На первой струне играем. На второй струне. И на третьей струне. Играйте не по два раза или три раза, как я сейчас показываю в качестве примера. 10, 20, 30 раз. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы у вас пальцы привыкли двигаться именно в тех связках, о которых мы с вами говорим. И, наконец, последняя связочка у нас безымянный и мизинец. Играем безымянным на третьем ладу, на первой струне, мизинцем на четвертом ладу. В правой руке все без изменений. По первой струне, по второй струне и по третьей струне. Вот такое вот упражнение. Поиграйте, следите за обеими руками. Я понимаю, что кажется, что это упражнение простое, но уделите ему достаточно внимания, потому что сейчас мы с вами закладываем фундамент нашей профессиональной игры в будущем. На этом я хочу закончить данное видео. Пожелась вам всего самого наилучшего. Увидимся в следующих видео уроках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok